Вы любите аттракционы? Те самые, где люди испытывают чувство страха в относительной безопасности. Ну, например, американские горки. Мэд Пенни Костер это очередная безумная игра для PlayStation, вышедшая в 1997 году, только в Японии и, как обычно, очень маленьким тиражом, поэтому о ней мало кто знает. Эта прекрасная игра полностью нелогична и до краев наполнена сумасшествием. Попробуйте выжить, несясь на огромной скорости, попутно сражаясь с монстрами и слушая хардкор панк. Все это в сочетании с вашим диким сердцебиением и трясущимися руками. Звучит заманчиво, да? Нет Игра начинается с заставки, в которой мы видим трех зомби, играющих панк-рок, а дальше сразу в бой. Странно, но в Мэд Пенни Костер абсолютно нет сюжетных вставок. Завязка игры описывается только в мануале, как старые добрые времена. Действие происходит в 90-х годах, в Токио. Один за другим пропадают дети из начальной школы. Исчезло уже больше 300 человек. С чем это связано и кто виноват, неизвестно. Главные герои – безбашенные подростки Батаян и Кяко. Они очень любят кататься на скейтборде. В один прекрасный день, во время катания на скейте, их похищает монстр. Очнувшись, они поняли, что находятся в вагонетке на американских горках, а рядом стоит зомби-мутант зеленого цвета. Это доктор Джонс, и он похищает детей, которые любят скорость и острые ощущения, прям как Батаян и Кяко. У Джонса есть сын по имени Масау, который любит кататься на американских горках, и он попросил папу сделать лучшие горки в мире. С того дня Джонс посвятил свою жизнь изготовлению горок. Но однажды во время стройки случился несчастный случай, и доктор Джонс загорелся. Странно. Как такое могло случиться? Более логично было бы, если бы он упал с высоты. После этого несчастного случая Джонс стал выглядеть как зеленый зомби. Так все обычно и происходит в жизни. Несмотря на травмы, он продолжил строить горки, и вот спустя года он закончил. Однако Масау уже превратился в богатого жирного урода. Образ Масау явно пародирует Марио. У него красная кепка с буквой М и усы. Это такая версия наглого зажравшегося Марио из параллельной вселенной. Масау не оценил проделанную отцом работу, и сказал, что ему давно плевать на эти детские развлечения. Джонс расстроился и начал похищать детей, чтобы те оценили его творение. Но выжить детям на этом адском аттракционе довольно проблематично. Я думаю, если детей приматывать скотчем к огонетке, процент выживших будет побольше. Сюжет очень странный, если не сказать больше. Как будто просто кто-то разом записал все, что ему пришло в голову. Зомби с торчащими мозгами. Доктор Джонс, у которого сын, мерзкая версия Марио. Американские горки, которые строит доктор. А в процессе самовоспламеняется. Дети, которые любят адреналин. Да это все просто... Безумие. К слову, эта начальная история была анимирована в виде короткого рекламного ролика. Но он распространялся только на диске, кричащие американские горки десятка лучших. На этом диске можно было виртуально покататься по лучшим американским горкам в Японии. Одним из бонусов как раз было видео с рекламой Мэтт Пенни Коста. О ролике я узнал из одного японского блога. К сожалению, автор не смог выложить ролик в сеть. Из-за встроенной защиты от копирования диска. Мэтт Пенни Коста представляет из себя некую смесь из аркадной гонки и экшена. Мы катаемся на различных американских горках с бешеной скоростью, стараясь не сойти с рельс. При этом постоянно нужно объезжать или перепрыгивать различные препятствия. А все это в кавычках веселую поездку, на героев будут нападать различные монстры. Некоторые из них совсем уж необычные. Точнее все до единого необычные. Тут есть бешеные волки, сексуальная красная шапочка, баскетболисты-мутанты, глаза с ушами, летучие коты. Ну типа есть летучая мышь, а разработчики решили, что будет прикольно добавить летучих котов. И это реально забавно. В общем, без теорий под стать сюжету. Батаяны Кяка отбиваются от монстров, используя ручные бомбы. Их можно кидать по параболе, перед собой или вдаль, в зависимости от того, где находится враг. Вагонетка набирает скорость сама по себе и все время движется. Но мы можем притормаживать и маневрировать влево и вправо. Большинство врагов или препятствий легче убить или проскочить именно на скорости. Неудачно затормозив, можно запросто лишиться жизни. По сути, это все напоминает некую ритм игру. Также на трассах будут встречаться разрывы дороги, которые легко не заметить. К счастью, наша вагонетка умеет прыгать, как бы это глупо не звучало. Пропасти обозначены лопатами с надетыми на них строительными касками. Но из-за скорости очень легко этого не заметить. Еще на некоторых трассах есть развилки. Некоторые из них помогают сократить путь, а некоторые наоборот усложняют прохождение. Например, заставляя игрока кататься по кругу. И эти развилки, естественно, легко пропустить. Тут из-за скорости сложно разглядеть вообще что-нибудь, включая монстров. Даже если хочется, так как враги очень красочные и интересные. Но они буквально мелькают мимо нас. Единственный способ на них полюбоваться – поставить игру на паузу. Но потом вернуться в игру будет очень сложно. Вообще порог вхождения в Mad Panic Coaster очень большой. Сразу же не на первой трассе вы будете срываться в пропасть каждые 2 секунды, пока не привыкнете к специфическому управлению. И только после этого можно будет получить реальное удовольствие от игры. Получить удовольствие? В начале каждой трассы мы медленно поднимаемся в самую высшую точку горки. При этом героям явно некомфортно. А после резко начинаем двигаться вниз. В игре 5 уровней миров. На каждом из них по 3 трассы. В каждой нужно осилить по 3 круга, не умерев. В конце мира нас будет ждать босс. Жизни обозначаются баром в левом верхнем углу. У нас 5 ячеек. А после падения с трассы отнимается одна штука. Монстры наносят различный урон. Таранят, кидают предметы и могут даже просто столкнуть вагонетку. Жизнь всего одна, а продолжение бесконечное. Но после смерти нам обнулят счетчик очков. Как и в любой другой аркадной игре, сбор очков это главная задача. Их мы получаем за убийство монстров и успешное прохождение этапа. Также есть кристаллы, подняв которые мы заработаем дополнительные очки. И восстановим чуть-чуть лайфбар. В целом нужно стараться просто выжить. Сложность трасс очень сильно варьируется. От легкого до нереально сложного. Причем сложность повышается неравномерно. Горки как будто рандомно расставили по уровням. Так самые сложные трассы в игре, это первая во втором мире. То есть скорее всего неопытный игрок просто застрянет и бросит игру практически в самом начале. В целом игра выглядит приятно. Крутой мультяшный стиль очень подходит такой безумной игре. Графика частично трехмерная. Частично спрайтовая. Все спрайты очень забавные и прикольные. Жаль вы их не сможете рассмотреть из-за огромной скорости. Как говорится в мануале, Патаян и Кяка безбашенные подростки. И это действительно так. Большую часть игры им абсолютно плевать, что они могут умереть. Герои получают удовольствие от всего происходящего. Кяка постоянно смотрит назад с улыбкой и подмигивает игроку. Не. Патаян бросает бомбу выкидывая козу. Не. Герои ведут себя так, как будто они попали на рок-концерт. И это не просто так. Музыка в игре одна из главных составляющих. Она написана специально для Мэтт Пенни Костер. И представляет из себя драйвовые хардкор панк-композиции. Которые идеально вписываются в безбашенную скорость и безумие творящиеся на экране. Автор музыки Кен Йокаяма по прозвищу Кенни. Гитарист культовой японской панк-группы Хай Стендер. А на басу и барабанах участники мелодий хардкор группы Хаскин Би. Это импровизированная панк-рок группа, так и называется Мэтт Пенни Костер. Весь этот стиль, включая обложку и мануэл игры с монстрами и кислотными цветами, очень напоминает стиль с афиш различных панк-рок групп. По сути, это игра произведения искусства, пропитанная любовью к панк-музыке. Дизайн, суть, звуковое сопровождение. Все это просто безбашенная панковская хрень. В хорошем смысле. В дальнейшем всего диск с Мэтт Пенни Костер можно просто ставить в плеер. И слушать как обычный хардкор панк-альбом. Его стоило бы продавать в музыкальных магазинах. Я думаю, толку было бы в разы больше. Я бы купил такой диск. Если бы я существовал. Безумный остров Горки здесь сделаны из костей. И все они построены на небольшом острове. Героям придется прокатиться через маленький городок. Средневековый замок и цирковой шатер. Босс зубастый клоун. Верхом на мячике. Кстати, все боссы убиваются довольно однотипно. Просто стреляем и уворачиваемся от их атак. Безумная гора. Красивое заснеженное место превратилось в мир ужаса. Героям нужно проехать по бледенелой трассе. Самые сложные в игре. Вагонетка будет все время пытаться соскользнуть. Плюс скорость набирается медленнее, чем обычно. А дальше лес. Из-за обильной растительности враги тут появляются довольно неожиданно. И последняя трасса проходит через жуткий цветник. А босс это уродливый зомби Бэмби на бревне. Безумный океан. Вы кстати заметили, что у каждого мира свое лого. Прям как у настоящих аттракционов. Американские горки построены посреди моря. Что может быть лучше? На первой трассе везде вода, скалы и чудовища. Дальше придется покататься под водой. Уворачиваясь от осьминогов и акул. Ну и в довершение этого безумия трасса из водорослей. Проходящая в животе гигантского кита. Почувствуйте себя Пиноккио. Босс это зомби-пират на лодочке. Безумный город. Огромный мегаполис с небоскребами. И типичными городскими обитателями. Например, с дубастой такси. Или злая статуя свободы. Сначала будет трасса проходить через небоскребы. А дальше мы покатаемся по городской канализации. Полной мерзких монстров. Ну и в конце прокатимся по гетто. Где на нас нападут баскетболисты, каратисты и трансвиститы. А босс это пудель-мутант. Лучше бы я его не видел. Безумный замок Масао. Этот маленький жирный гавнюк построил себе обиталище из золотых слитков. Это же безумие. Проехав через замок мы попадаем в детскую. А в финале сразимся с самим Масао. Он едет на огромной золотой кровати. А рядом с ним сидят две куртизанки. Отлично. Кидается же он в нас золотом. После победы увидим заставку. Точнее картинку. Да, это просто картинка. Но есть еще секретная концовка. Для этого нужно набрать 500 тысяч очков. Это можно сделать, если не использовать продолжение. То есть просто пройти игру без смертей. Это тоже просто картинка. Батаян и Тяка резвятся на пляже. Никаких финальных разъяснений. Что случилось с доктором Джонсом. Что вообще происходило? Ну смысл тут искать точно не стоит. Хотя, стойте. У всех боссов почему-то отсутствует часть черепной коробки. В одном и том же месте. И торчат мозги. Да это же переодетый доктор Джонс. Ах он гаунюк. Зачем он все это делал? Это же бессмысленно. Как и мое существование. Игра довольно сложная. И просто так ее не пройти. Придется позаучивать трассы. И привыкнуть к управлению. Но как ни крути, это довольно уникальный опыт. Поэтому советую в нее поиграть всем. Безумие и панк-рок. Это же так круто. Я думаю, с Мэтт Пэнни Костер можно сравнить только Паранойс Кейп. Как будто это два брата от разных отцов. Кстати, странно, что игру не выпустили в формате аркады. Она отлично бы вписалась в залы с аркадными автоматами. Огромная сложность и погоня за очками. Что еще для этого нужно? Выйдите. А я еще немножко поиграю. Субтитры сделал DimaTorzok